Валентинки, цветы, конфеты и романтические фильмы, день всех влюбленных прочно укоренился в западной культуре и привлекает многих россиян. Когда стали отмечать эту дату, действительно ли существовал святой мученик Валентин, покровительствовал ли он всем влюбленным, и как миф превратился в чистую коммерцию. Разбираемся. Однажды римский император Клавдий понял, как повысить боеспособность армии. Если мужчины не будут думать о своих женах, они станут лучше сражаться, значит им нужно запретить жениться. Однако община христиан не послушалась, по ночам в римских катакомбах тайно венчали всех влюбленных. Таинство же совершал священник по имени Валентин, прознав об этом власти его арестовали, в темнице он познакомился с прекрасной дочерью надзирателя по имени Юлия. Влюбленный священник перед казнью отправил ей любовное письмо с подписью «Твой Валентин». Впоследствии его канонизировали, провозгласив покровителем всех влюбленных. Из года в год эта история широко тиражируется накануне 14 февраля. Мало кто задумывается о том, насколько она реальна. Что характерно, на службах в православных храмах в этот день имя святого Валентина не звучит, там готовятся к празднику Сретения Господня. В костелах тоже не поминают Валентина, католическая церковь 14 февраля чтит память Кирилла и Мефодия, просветителей славян и покровителей Европы. Хотя обе церкви почитают мученика Валентина, точнее нескольких святых с практически идентичной биографией. А ранее христианских святых мы знаем из так называемых мартирологов, поименных перечней пострадавших за веру мучеников. В одном из них, составленном то ли в VI, то ли в VII веке, вскользь упоминается о Валентине Римском. Он из тех святых, чьи имена справедливо почитаются среди людей, но чьи деяния известны только Богу, писал в послании верующим в 496 году папа римский Геласий I. Известно лишь, что Валентина Римского казнили на Фламиниевой дороге, Вая Фламиния, одной из важнейших транспортных артерий II и III веков. Периодически там вывешивали тело преступников. По всей видимости, христиан тоже, так как они были вне закона. Неподалеку от Рима в раннехристианскую эпоху жил еще один мученик Валентин, епископ города Интерамны, ныне Терни. По преданию, он исцелял больных, приводя их к вере. Этими чудесами навлек на себя гнев римских властей и был казнен. Причем тоже новая Фламиния. А еще один мученик Валентин, согласно мартирологам, жил в Африке, где пострадал. По всей видимости, речь идет о Карфагене на севере современного Туниса. Больше о нем ничего не известно. Но что интересно, память всех трех мучеников в первом тысячелетии нашей эры чтили в один день, 14 февраля. Как полагают историки, такой порядок ввел в восьмом веке христианский богослов Беда достопочтенный. Но ни о каких тайных венчаниях и защите влюбленных он не говорил. Этих святых, объяснял он, почитали за подвиг верности Христу. Достоверных данных о том, сколько было святых валентинов, у нас нет. Известно лишь, что они жили во времена раннехристианских мучеников, первого, четвертого века, говорит ответственный секретарь католической энциклопедии, религиовед Алексей Юдин. То, что трех мучеников с одним именем почитают в один день, приводило к путанице, к какому святому молиться сначала. Кто главнее? Кроме того, непонятно, где именно хранятся подлинные мощи, в Дублине, Глазго, Бирминге, Мадриде, Праге, Риме, Львове или на греческом острове Лесбос. В итоге католическая церковь понизила всех валентинов в ранге. После Второго Ватиканского собора в рамках литургической реформы календарь подчистили. Многие святые лишились общецерковного статуса. Теперь у каждой страны своя литургическая традиция и, соответственно, собственные месалы, богослужебные книги с календарными указаниями, отмечает религиовед. Если никто из трех святых валентинов не связан с темой любви, почему современная массовая культура популяризовала именно это имя, ученые на этот счет спорят. Согласно общепринятой в науке версии, праздник всех влюбленных зародился в средние века. Скорее всего, в англосаксонской традиции, а именно, у английского поэта XIV века Джеффри Чосера, указывает Юдин. Именно Чосер, как предполагают, впервые упоминает о дне святого Валентина, в поэме «Птичий парламент». Он рассказывает о традиции лесных птиц собираться в первый день весны для поиска пары. Как это связано с церковным культом одного или нескольких святых валентинов, вообще вопрос в пустоту, подчеркивает ответственный секретарь католической энциклопедии. Историки читают, что Чосер попросту хотел придать таким образом народным поверьям авторитет. В Англии, отличающейся мягким климатом, считалось, что весна наступает в феврале. Вот только точной даты никто не знал. Англичане выбирали между двумя вариантами, 8 февраля, это предложил беда достопочтенный, и 22 февраля, версия святого Исидора Сивильского. Видимо, Чосер пошел на компромисс, назначив первым днем весны 14 февраля, день памяти мученика Валентина. Чосер ассоциировал весну с началом новой жизни, брачным периодом и так далее. Поэтому культ святого Валентина как покровителя влюбленных начинается с его подачи, пишет известный британский филолог Генри Келли. Но дня всех влюбленных как такового еще долго не было. Речь идет лишь о разных народных традициях. Культ святого Валентина, покровителя любви укоренился в британской культуре лишь в первой половине 19 века. Во многом, как отмечает Келли, благодаря расцвету романтизму. Поэты и художники черпали вдохновение в средневековых произведениях, что способствовало популярности Чосера и его идей. Прямо или косвенно религиозная жизнь откликается на такие важные в жизни человека события, как влюбленность, брак. Поэтому народных праздников на эту тему, помимо Дня Святого Валентина, очень много, уточняет Алексей Юдин. Например, в некоторых странах Латинской Америки День влюбленных, Диадос Намарадос, отмечают 12 июня, в День памяти святого Антония Падуанского. В России же похожий праздник называется Днем Семьи, Любви и Верности в память о святых Петре и Февронии Муромских, и акцентирует внимание не столько на влюбленности, сколько на семье. Однако в массовой культуре все же устойчиво доминирует 14 февраля. И хоть праздник ассоциируется с католическим святым, ему больше молятся не влюбленные, а продавцы сердечек из всевозможных материалов, цветов, конфет и мягких игрушек. Только в США валентинок продают на 710 миллионов долларов в год. А средний статистический американец 14 февраля, по данным аналитической компании Бесворл, тратит на подарки 150 долларов. Всего в Штатах отмечают день влюбленных около 186 миллионов граждан, почти 60% населения. И большая часть, согласно социопросам, не сомневается, что праздник установила католическая церковь. В католической церкви не существует никакого дня всех влюбленных. Также важно понимать, что имеется в виду под влюбленностью. Церковь благословляет те чувства, что готовят к вступлению в брак, либо чувства уже состоящих в брачных узах людей, которые относятся друг к другу как влюбленные, объясняет генеральный викарий архиепархии Божией Матери Римско-католической церкви в Москве священник Кирилл Горбунов. Но, по словам священника, абсолютное большинство отмечающих день святого Валентина воспринимают его как прославление ни к чему не обязывающих сексуальных отношений. А это в церкви не считается незаконным, неполезным. Получилось так, что праздник святого мученика Валентина наложился на некоторые дохристианские обычаи, которые затем были восприняты современной массовой культурой. Разумеется, церковь приветствует и благословляет любовь. Но любовь, связанную с ответственностью, такую, что проявляется в уникальных отношениях, браке, подчеркивает Горбунов. Упоминание христианского святого в названии праздника не должно давать повод полагать, будто церковь призывает к свободным отношениям и благословляет их. День святого Валентина — это чисто светский фестиваль, который некоторым образом паразитирует на церковной традиции, заключает священнослужитель.